Здравствуйте, с вами календарь рыболова на телеканале Трофей. Синоптики на этой неделе обещают нам теплую и почти безветренную погоду. Вода прогревается все быстрее, стимулируя к росту местную флору. Рыба активно перемещается по водоему и уже начинает отъедаться после нереста. В этом выпуске мы с вами поговорим о ловле густеры, плотвы, подлещика, карася и жереха. Но обо всем по порядку. В дневную пору ртутный столбик термометра покажет температуру в пределах от плюс 15 до плюс 27 градусов, а ночью от плюс 7 до плюс 18. Ветер будет преимущественно юго-восточным и не превысит скорости в 4 метра в секунду. Во второй половине недели влажность будет повышенной, однако вероятность осадков незначительна. Давление воздуха опустится до 745 миллиметров ртутного столба, что только положительно повлияет на аппетит рыбы. Погода на этой неделе будет относительно стабильной, поэтому стоит заглянуть в лунный календарь рыболова. Убывающая луна обычно приносит с собой период наилучшего клева. До сих пор неизвестно, каким образом наш спутник влияет на поведение рыбы, однако этот факт отмечается по всему миру в самых разных типах водоемов. Густера в середине мая держатся мест с богатой водной растительностью, чаще всего возле донных углублений и, как правило, питается со дна. Для успешной ловли этой рыбы вам понадобится прикормка в виде мелкой распаренной крупы с небольшим вкраплением мелкой животной составляющей. Прикормочный шар должен быть достаточно уплотнен, чтобы прикормку не унесло течением и во избежание развала при ударе о дно. В качестве приманки отлично подойдут различные личинки насекомых – червь, мотыль или опарыш. Ловля с лодки во время нереста в Украине запрещена, поэтому для ловли плотвы вам понадобится длинное штекерное удилище, оснащенное леской с сечением не более 0,12 мм, небольшим, ну, качественным крючком и чувствительным поплавком. Молодая плотва будет держаться границ водной растительности, в то время как более крупные экземпляры все еще обитают на глубине около полутора метров. Подлещик держится подальше от сильного течения, и в реках чаще всего его можно будет найти в тихих заводях с чистой прозрачной водой. Для ловли этой рыбы вам понадобится поплавочное удилище длиной до 7 метров, оснащенное безинерционной катушкой. Диаметр лески не должен превышать 0,22 мм, а поводка – 0,17. Для ловли этой рыбы также необходим хороший закорм, но главное – не переусердствовать. Карась в мае заметно оживляется и мещится по водоему в поисках пропитания, чаще всего появляясь на отмелях и неподалеку от береговой линии. В жаркий солнечный день эта рыба прячется в тени высокой прибрежной растительности. Карася в это время обычно ловят на длинную поплавочную удочку. В качестве прикормки можно взять обычные овсяные хлопья, лучше с пахучей составляющей, в виде пары капелек ванили. Ну а в качестве насадки отлично подойдет червь или мотыль. Следует быть осторожным при вываживании этой рыбы, так как у нее очень тонкие и слабые губы. Жерих же держится сильного течения и песчаного дна. Его можно легко обнаружить в местах обитания более мелких рыб по характерным всплескам на поверхности водоема. Это невероятно осторожная рыба с отличным зрением. Жериха в это время ловят при помощи спиннингового удилища, оснащенного безинерционной катушкой и предельно тонкой леской. Проводка должна быть средней скорости. С этой рыбой нельзя спешить, так как она редко гоняется за приманкой. Подведем итог. Погода на этой неделе обещает быть теплой и солнечной, что в сочетании с убывающей луной создаст замечательные условия для хорошей рыбалки. Густера будет держаться от донных углублений. Ловим ее на донку или маховым удилищем. Платву можно будет встретить у границ водной растительности. Ловим ее на поплавочную удочку. Подлещик будет активно питаться вдали от течения. Его также ловим на поплавок. Карась предпочитает теплые места водоема, поэтому его часто можно будет встретить на отмелях. Также ловим на поплавочные снасти. Жереха ловим на спиннинг на большом течении. Мы желаем вам хорошо провести время на рыбалке. Не забывайте о нормах вылова. И до встречи через неделю.